Ирина, добрый день! Добрый день! Скажите, пожалуйста, когда началось ваше знакомство с модой? Вы помните этот момент, когда вы поняли, что есть этот мир, где присутствует стиль, различные вещи, что это интересно, это необычно? Ну, вы знаете, наверное, все, что касается реального представления о моде, это появилось уже в более осознанном возрасте, потому что, когда я была маленькой, это все было так немножко запрещено, недоступно, и нельзя было этим вот так похваляться, в принципе, нежелательно. С точки зрения моды, вы знаете, я знаю Аю очень давно, мы через месяц в институте, и, наверное, самые первые вещи, самые первые представления о том, что модно, что круто, что дорого, это как раз Ая, которая мне все это показывала уже на первом курсе института, которая была гуру в этом вопросе. Поэтому, безусловно, есть журналы, есть представления о том, как родители одевались, я из театральной семьи видела, что и как носят актрисы. Но к себе применительно, я вообще, для меня, мода и человек – это не обязательно вместе идущие вещи. То есть для меня личность на первом плане, а дальше уже все, что на нем одето или рядом с ним стоит. Поэтому как-то вот мода – это вторичная. А как человек от бизнеса, можете ли вы сказать, что мода уживается с работой, с рабочим временем? Нужно ли вообще выглядеть модно на работе? Со временем, чем больше я сталкивалась с разнообразными людьми, тем больше я склонялась и глубоко уверена, что люди встречают по одежке. И поэтому внешний стиль, бизнес женщины или мужчины, и в принципе стиль человека очень важен и очень влияет на твое представление о нем, как и о его характере, и о его внутренних качествах. Поэтому без моды сейчас я уже себя представить не могу. Считаете ли вы, что должна быть у каждой женщины определенная база вещей, с помощью которой можно выглядеть всегда стильно, всегда идеально, всегда модно? Или все же нужно всегда обновлять свой гардероб периодически? Вы знаете, просто я, мне кажется, что мода, она очень изменчива, а твои характеристики личные, личные, физические данные, они, к счастью или к сожалению, не очень сильно меняются. Поэтому, безусловно, должен быть набор каких-то вещей, которые идут тебе вне времени, но при этом есть такие красивые вещи, появляющиеся каждый год, каждый сезон, что, ну как-то, если ты себя любишь, особенно если ты женщина активная, проводящая время много с разными, интересными людьми в разных поездках, то, безусловно, нужно иметь и базу, и постоянно ее обновлять, улучшать, потому что ты совершенствующаяся так же, как и, собственно, мода. Есть ли у вас опыт покупок в интернет-магазинах? Да, и самое сложное для меня в покупке через интернет – это размер угадать. Если я не знаю того или иного бренда, то только это может меня остановить. Все остальное, я считаю, это за этим будущее. Мы в ближайшее время, я думаю, причем очень ближайшее, многие перестанут ходить часто в магазины и тратить свое время, которого и так очень мало, поэтому ваш проект, первый на российском рынке среди люксовых проектов, на мой взгляд, очень перспективен и уже пользуется большим способом, поэтому очень правильно делается. В меру бизнеса вы наверняка часто бываете в командировках, либо просто путешествуете. Какие города идеально подходят для шопинга, с вашей точки зрения? Мне очень комфортно в Париже и в Лондоне, хотя вот в Нью-Йорк, просто я реже ищу, а в Нью-Йорке мне тоже замечательно. Сейчас, по истечении большого промежутка времени, я все чаще и больше покупаю вещи в Москве или через интернет, потому что за границей я больше трачу время либо на чистый отдых, либо на деловые поездки, а здесь есть время, и главное, есть правильные люди, которые подскажут, стилисты направят куда и лучше потратить деньги.